Друзья, всем привет! Я нахожусь в городе Днепр, в депо троллейбусном номер 2. И сегодня будет день как бы открытых дверей, это скруглый стол, где нам покажут само депо, новый транспорт и некоторые особенности современные нашей транспортной системы, конкретно троллейбус. Нечто подобное у нас в городе уже было и не раз, и я поэтому с удовольствием согласился еще раз сюда попасть. Я здесь в этом депо уже был и если вы помните и видели, отсюда начиналась съемка, сама наша первая с троллейбусом, когда мы вешали камеру на штангу троллейбуса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выполняться определенную работу, ну просто, чтобы ваш ребенок, не дай бог, или вы не влезли в то место, где может быть в данном случае опасность. То есть предприятие в целом повышенной опасности, как Владимир Викторович сказал, потому будьте бдительны. Мы берем на себя ответственность за каждого из вас, но в данном случае вы должны нам пойти навстречу для того, чтобы мы спокойно... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот троллейбусом мы посмотрели, теперь нам покажут немножко депо. И мы... Я сейчас немножко отстаю. Надо поспешить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие вот гейты. Депо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первого объема или через 30 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цех этот работает на 5-дневные рабочие губыры. В субботу, воскресенье, выходной день. Поэтому вот вы можете посмотреть один троллейбус, стоит второй. Первому троллейбусу 2-143 подготовлен на понедельник. Его остановили для проведения ТР-1. А дальше стоит троллейбус уже нового строения. Ему уже по пробегу положено проводить технический ремонт номер 2. Исправный троллейбус, но по прошествии определенного километража его в обязательном порядке останавливаем. И проводим осведочивательный ремонт. Вот если вы проведете, здесь стоит троллейбус 2,5-2,5-2,5. Троллейбус, который мы проводим на сегодняшний средний ремонт. Сводный ремонт – это уже объемный ремонт. Здесь меняется пол в обязательном порядке. Выкатывается передний, задний мост. В обязательном порядке снимаются все агрегаты. Тяговые двигатели, компрессор, вентилятор. Все это тоже сдается дальше. Я вас проведу и покажу. Есть участки, где всем агрегатам тоже проводится ремонт. В обязательном порядке. Исправный этот компрессор, неисправный. Мост этот тоже исправный, неисправный. В обязательном порядке устролейбуса демонтируется. Отдается дальше на участок, где специалисты проводят его осмотр. И в обязательном порядке ремонтируют. Разбор меняет те узлы и агрегаты. Те детали, которые, на наш взгляд, на взгляд технических работников требуют, обязательно замес. Это так называемое слесарно-механическое отделение. Здесь в депо производится ремонт передних мостов, ремонт задних мостов, ремонт компрессоров, ремонт всего механического оборудования. Я под термином механического оборудования, рулевое оборудование, гидравлическое, здесь тоже ремонтируют. Ремонтируют также компрессоры. Все, вы можете видеть. Рессоры меняют, вот остатки. Рессоры – это на троллейбусах, которые мы эксплуатируем старые. ЮМЗ-Т1, ЮМЗ-Т2. И еще у нас есть три ЗИУ-9 троллейбуса и один ЗИУ-10. На троллейбусах нового строения рессоры уже, к счастью, отсутствуют. Можно вопрос? Пожалуйста. А тормоза троллейбусов дисковые или барабаны? На новых троллейбусах последнего строения тормоза дисковые. На троллейбусах, которые мы еще эксплуатируем, ЗИУ и ЮМЗ, тормоза барабаны. Проходим дальше, ребята. Это участок по ремонту электрооборудования. Которая находится на троллейбусах. Вот этот якорь вставляется в корпус, все это собирается, устанавливается на троллейбус. Это, в принципе, движитель троллейбуса. Вот такой вот двигатель. Это двигатель, благодаря которому троллейбус ездит, перевозит пассажиров. Сейчас мы с вами слышно меня? Находимся в цехе профилактических осмотров. Вот это вот мощная дирижа. Троллейбус по 6 метров, в обязательной порядке, доезжает на монтус, его моют снаружи через щетки, которые там находят, потом производят до мылки троллейбуса вручную. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В этом же цехе производится техническое обслуживание троллейбуса. Это обслуживание производится не менее одного раза в неделю. Это тоже в приблизительном порядке. В специальности существует депо-град, где каждый троллейбус, который работает на линии, один раз в неделю в обязательном порядке останавливается. И в течение двух часов, это так как технологии, классически так происходит, троллейбусы проводят принудительный, он называется, профилактический осмотр. В обязательном порядке, за этим есть специальные люди, которые следят, чтобы пропусков в этом нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, к примеру, говорю, приблизительно время начала и окончание совпадает. Он в 6 часов утра выезжает, работает до 10 часов. С 10 до 16 у него отстой, он находится здесь в депо. Потом он работает с 16 до 20, 30, 21 часа. Вот такой режим. Связано это с тем, что водителей у нас не хватает. Вот я работаю в депо в 1935-1936 год. Но еще с тех времен, даже с советских, глубоко советских времен, водителей не было такого, чтобы у нас было достаточное количество водителей. Поэтому составлен режим работы водителей и троллейбусов таким образом, чтобы мы утром успевали массу людей, основную массу людей, на работу и учебное заведение подвезти. И потом вторая половина дня, когда люди возвращаются по домам, это с 15 и 16 часов и до позднего вечера, для того, чтобы мы могли наших горожан вернуть по домам, отвезти домой. Когда водители, а я думаю, что скоро наступит то время, когда водителя у нас хватит, тогда все наши троллейбусы будут работать с раннего утра до поздней ночи, без пиковых перерывов. А если будет возможность, то мы устроим их ночные перерывы. То есть и ночью какое-то количество троллейбусов тоже сможет работать. Сейчас пойдем, пожалуйста, со мной, я проведу вас шиномонтажное отделение. Совсем недавно купили, мы приобрели с помощью департамента транспорта Борис Полкова новое оборудование. Я уже нахрюлюсь оборудование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сколько оборудование стоит? Очень дорого. Ну, десятки тысяч. Больше. До приобретения этого оборудования мы пользовались монтировками, кувалдами. Ну, кто, может, видел, как это все делается. Все эти работы выполнялись вручную. Притом два человека. Сейчас один человек без усилий. Смотрите, все как быстро, все как просто. Прогресс нас тоже стороной не имеет. К счастью. Да, Николай Викторович? Да. С улыбкой все делается. С улыбкой быстро все. И качественно. Без ничего. Все, пожалуйста, колесо разбортировано. Заняло ровно пять минут. Скажите, все колеса бескамерные, да? Бескамерные, да. Да. У нас, в своей кадре будет прилипать колесо? Сколько онですか? Сколько есть? Колесо? С 60 euro. Субтитры делал DimaTorzok Медичне забезпечення на території трамвайного депо І ще є у нас один клас, це по коридору з будови тролейбуса Остащений світлофор, трамвайний світлофор і загального користування За партами ми навчаємось три місяці, через три місяці виходимо на стажування Остажування, це значить садиться за руль, їздимо вначале по території депо А потім, коли вже первичні наврики у членка отработані, потім він вже з наставниками виїжджає по маршруту А полний срок обучення? Пять с половиною місяців? Чуть більше піти? Така стипендія? Стипендія 5 тисяч гривень на сьогоднішній день Якщо є збажаючи, заброшуємо вас на навчання Так що, будь ласка, є желання? Пойдемте, там є ще картини Якщо поставити маленький спортивний руль, скільки тебе придеться зробити вращення рулівого колеса, щоб повернути колесо колесо? Понятно, ну да А тут в современных стоять гидроусилителю, рулях стоять? А они даже не в современных стоять гидроусилителю Тоже стоять? Да Потому, що усилий на рулівому колесі, так, якщо буде, порядка, там, 12 кг с гидроусилителю Від гидроусилителю все 60 і дуже важливо одного чоловіку Особенно, якщо маленькая скорость біжди, ну, она і буде маленькая При нисправному гидроусилителю вращати рулівого колесо А пульт управління водителем бокового Это пульт управління водителем бокового Если здесь вы видите свои основные приборы, на которые вам стоит обращать внимание Вам нужно обращать внимание на давление манометра в тормозной системе Сколько у вас воздуха и всего И вы обращаете внимание на подзарядку ваших энерго... ну, аккумулятор Аккумулятор, батарей, да То все остальные вспомогательные ваши Печи и отопление салона, стеклоочистители и тому подобное Вы включаете на пульт управления бокового А здесь, чтобы меньше водителем было, скажем так, других переключателей Только самое основное это двери Да, двери, ваши ходовые позиции отражают Ну, это когда работает компрессор Визуально подается сигнал водителю, что компрессор работает Потому что, когда компрессор работает, ты проходишь стрелку без точки Вот тебе надо направо повернуть без напряжения, например, без тока И ты вроде бы пустила пусковую педаль, он будет идти без тока, хочет уйти направо Но в этот момент у компрессора мало давления и он сработал Включился, потянул на себя высокое напряжение Пролейбус сам усел под током, пошел прямо Поэтому, как бы, это еще контролируется момент В новых машинах, там при прохождении стрелок Специальные клавиши без тока, под током Там ты нажимаешь клавишу и ты блокируешь компрессор, печи Все, что связано с получением высокого напряжения Включение цепей? Да, не цепей, а цепей высшего вольтного напряжения, 600 А на девушках надо было отключить цепи управления И только после этого можно брать стрелку А стрелки все в одну сторону сориентированы? Ну, под током влево, а без тока вправо Ну, по крайней мере, в наших троллейбусах Мы слышим, когда работает, включается компрессор А вот эти новые компрессорные установки Особенно винтовые на 203 мазах Они вообще практически бесшумные И когда у водителя нет визуальной информации Работает компрессор, не работает Перепад давления настолько маленький Там одна атмосфера, 7-8 его включения Что водитель может даже не слышать Работает компрессорные Тоже шнурм РД запускается ниже, чем 6,3? Нет, здесь вот в троллейбусах Настраиваем и мы нижней границей И верхней 6,5-8 атмосфер Ты можешь 6,7,7,7,8,8,9 настроить Основное, зачем используем мы на этом стенде Педаль тормоза Ходовую педаль Это чтобы показать, как работает контроллер водителя Вот этот переключатель Который цепи управления Именно вот те шар-то шаров Подает им напряжение 24 вольта Вот это вот все А если не секрет, с какой машины снята приборка? Не могу сказать, да Представляешь, что оригинальный Знаешь, что только да Что это, ну, как бы, что это ты один Ну, просто оригинальный приборку от кормушки нигде уже не встретишь Они все переделаны по желанию водителей Здесь собраны еще в этом техническом классе Некоторые элементы и узлы агрегаты Ну, которые демонтируются Вот тут же автоматический регулятор давления Кто-то бы интересовался в этом атмосфере Ну, это мы все рассказываем, показываем водителям Основной процесс обучения Это не показать водителю, как ремонтировать А просто как грамотно составить заявку Чтобы слесаря поняли, что у тебя по вам об осналении Потому что водитель и слесарь Они между собой могут и контактировать Этот контакт происходит через технический журнал про лейтинг И водитель должен трамотно написать свой балл правой Чтобы и все Мастер Понять, о чем идет речь Что почувствовать Возвращение Завтра Возвращение 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 Вот и все Вот такое было видео Ставьте лайки, подписывайтесь на канал о троллейбусе и городском транспорте еще будет много интересного на моем канале всем пока